В регионе должна быть создана комфортная среда проживания. Такую задачу поставил Игорь Руденя с первых дней своей работы в качестве губернатора Тверской области. И за эти четыре года действительно было сделано немало. Огромную роль здесь сыграла активность самих жителей, без которых, например, совершенно невозможна реализация программы поддержки местных инициатив. Программа поддержки местных инициатив – это тот самый пример, когда задачи локального характера органы власти могут решить только рука об руку с местными жителями. Ведь они лучше всего знают, где необходимо установить детскую площадку, где разбить цветники, а где обустроить пожарный водоем. То есть отбор проектов осуществляется самими гражданами, которые должны внести 10% своих средств от общей сметы. Но, конечно, большую роль в успехе сыграла принципиальная позиция правительства Тверской области и губернатора лично. То, что Тверская область с 2013 года вошла в проект и сейчас продолжает его реализовывать, несмотря на трудные условия, в условиях пандемии некоторые регионы отказались. Тверская область сказала, если население голосовало, если население готово было поддержать эти проекты, мы их поддержим. Я считаю, что это очень значимо. Если говорить о выполнении программы в цифрах, то они очень впечатляют. Если в 2016 году было реализовано 211 проектов на 213 миллионов рублей, то в прошлом 271 проект на 247 миллионов. Всего за 4 года отремонтировано или вновь создано 982 социально важных объекта общественной инфраструктуры. В текущем году к реализации запланировано 266 проектов на 247 миллионов рублей. Объемы поддержки из регионального бюджета составят 143 миллиона. ТСЖ дом номер 2, корпус 1 по улице Бориса Полевого областного центра как раз одно из самых активных участников программы поддержки местных инициатив. Жильцы многоэтажки сходу перечисляют перемены к лучшему. Мы очень рады. У нас такого не было давно. Такой порядок. Смотрите, как у нас все красиво. У нас все довольны, все рады, все благодарят. Очень хорошо. Двор пришел в соответствующий вид. Все красиво. Дети в безопасности. Площадка красивая сделана. Мусорная. Мусор не летает. Это позволяет жителям максимально воплотить, скажем так, мечту за минимальные, скажем, затраты. Потому что всего-навсего мы отдаем 10 процентов. То есть за это мы имеем детскую площадку, видеонаблюдение. Сейчас ограждение, контейнерная площадка у нас. Дальше, если эта программа будет существовать, будем дальше участвовать тоже в ней. Параллельно с 2018 года Верхний Волжи принимает самое активное участие во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. За это время от нашего региона победителями стали 10 проектов. Среди муниципалитетов, где прошли или скоро начнутся работы по благоустройству, Нелидово, Бежеск, Калязин, Торопец, Осташков. В этом году реализуются проекты по благоустройству набережной на территории городища в Старице и парка по улице Венецианово в Удомле. Федеральную поддержку также получила Конакова, где преобразят городскую набережную. Все это дает огромные возможности для небольших городов. Привлечь финансовые средства на благоустройство, создать объекты показа, что привлечет туристов в том числе, фактически привлечь профессионалов к благоустройству. То, чего трудно делать муниципалитетам из-за малого количества жителей. Но, конечно, самое главное – это создание действительно комфортной среды для самих жителей муниципалитетов. То есть решение той задачи, которую поставил перед собой и подчиненными губернатор Игорь Руденя.